Но так хочется, чтобы ваше внимание сейчас было привлечено к Господу. Сколько сейчас сидят у компьютеров и слушают, и присутствуют вместе с нами. Бог так потихонечку нас расширил, мы все ждали, что эти стены будут двигаться. А Он раздвинул иначе. Слава Богу Ему. Мы каждый раз приходим и ждем Божье Слово, правда? И сегодня, вот сейчас мы прославляли, и я так как-то в сердце услышала. И сегодня тоже одна капля Его бриллиантика капнула на нас. Его Слово. Оно всегда драгоценно. Все, что Бог говорит, оно всегда драгоценно. Ему цены нет, цены нет, понимаете? Я иногда получаю Слово и думаю, это мое самое любимое. Потом проходит другое время, получаю другое Слово и думаю, нет, вот это самое любимое. Мне кажется, что оно все самое любимое. И сегодня я буду говорить самое любимое Слово. О любви. Самое любимое, потому что о любви. Я немножко повторюсь, для тех, кто слышал. Для тех, кто не слышал, скажу, знаете, однажды. Много лет назад. Я была исполнена такой любовью к Господу. Что начала Ему объясняться в любви, говорить, как я Его люблю. И Он сказал, нет, я любил Тебя прежде, чем Ты меня. Поверите, меня это даже обидело. Я не могла поверить. Я подумала, что Он говорит? Это я Его полюбила. Вот я сегодня хочу сказать, когда Он нас полюбил. Насколько мы бываем наивны. Ну, наверное, Он это и любит, как дети. 1 Иоанна 4, 16. Иоанн говорит, и мы познали любовь. Которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Это изумительные слова. Иоанн пишет о том, что они познали эту любовь. Они познали не просто, что Бог есть любовь, а что Бог любит их. И уверовали в эту любовь. А я хочу спросить, а мы познали? Мы познали любовь Отца именно к нам? Каждый из вас познал любовь Отца к себе. Настолько познали, что поверили в Его любовь. Вы даже не представляете, насколько я сейчас говорю глубоко. Насколько вы должны это глубоко услышать. Иногда нам кажется, конечно, мы познали. Ведь мы же очень хорошо читаем Иоанна 3.16. Наизусть знаем, потому что это золотой стих. Все знаете наизусть. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он дал Сына Своего Единородного. Да? Да, мы все знаем. Мы Его читаем, знаем наизусть. Мы поняли ли мы, о чем говорит Господь. Я могу сказать, что не совсем. Я могу сказать точно, что не совсем мы поняли глубину Его любви. Не совсем познали. Потому что если бы мы познали глубину Его любви, вот то, что мы говорим. Отношение к Богу быстренько бы изменилось. И познание этой любви нас бы изменило настолько, что мы стали бы истинными поклонниками. Но в основном это, знаете, не глубинное, а такое поверхностное познание. Вот знаем этот стих, знаем и верим в этот стих. Но если этот стих тебя не изменил. Если ты не изменился от того, что ты познал Его любовь к себе, к себе, понимаете? Ты не стал истинным поклонником. Ты не научился истинно почитать Его. Всей своей жизнью. Каждой секундой своей жизни. Твое лицо не засияет. Потому что ты знаешь, что Бог — любовь. Но что Он тебя любит. Настолько, что Он дал Сына Своего Единородного. Вот как поклонялись первые христиане. Потому что Иоанн пишет, мы познали, как Бог любит, познали и поверили в эту любовь. Я хочу углубиться. Углубиться в познание этой любви. Я хочу сказать, что Бог есть любовь, не абстрактно. А именно, что Он любит меня, что Он любит тебя. Когда Он нас полюбил? Когда Он нас возлюбил? Когда? Давайте задумаемся. Какое время? Я хочу сказать, что Он полюбил нас, еще когда мы даже не появились. Он нас возлюбил еще тогда, когда не начал творить мир. Он нас возлюбил в себе уже. И ревностью великой возлюбил нас в себе. Когда мы только появились в Его мыслях. И не только мы, но и даже весь наш мир появился в Его мыслях, и Он Его возлюбил. Мы не просто Ему понравились. Понравилась идея сотворить мир. Посадить туда человека. Нет, не понравилась идея. Он возлюбил. Он возлюбил то, что внутри Него начало рождаться, зарождаться. То, что Он начертал внутри себя. В Своем воображении. Что уже внутри Него явилось. И Он настолько возлюбил, что Он был готов пойти вместе с нами. Через все муки и страдания для Него ничего не было сокрыто. Он все видел. Когда Он сотворил этот мир внутри Себя, Он все видел. Еще до того, как стал создавать Его, Он знал наше падение. Он увидел всю картину нашего падения, нашего отречения, наша непокорность. И даже то, что мы доведем мир до такого состояния, в каком он сейчас. Для Него ничего не стало неожиданностью. То, что стало происходить, для Него не неожиданность. То, что произошло в Едеме, для Него нет неожиданности, не было неожиданности. Он все это видел. Он видел всю эту картину. И при всем при этом любил. Он не передумал нас создавать. Он не передумал нас явить. Хотя внутри Него Он уже увидел эту картину. Но Он решил заступиться за нас. Вы понимаете, что такое любовь? Решил заступиться за нас. Это делает любовь. Это делает любовь. Любовь не отталкивает, а заступает. Вы знаете, я могу приблизительно сказать, чтобы было бы нам как бы понятнее для сравнения. Чувство истинной матери. Я говорю истинной, потому что есть такие, которые родили и бросили. Истинная мать, которая носит дитя под сердцем. Еще ребенок не родился. Она еще его не видела. Она уже мечтает. Она уже видит будущее. Она уже любит. Правда? И вдруг ей сказали, что родиться не тот. Родиться больной. У тебя есть вариант отказаться, потому что если не откажешься, ты всю жизнь будешь смотреть за ним и привязана к нему. Это станет проблемой всей твоей жизни. Что делает истинная мама? У нее есть два варианта. Отказаться и другой раз другого ребеночка. Или же сохранить. И всю свою жизнь посвятить тому, чтобы буду возиться с ним. Что делает любовь? Догадайтесь. Мать, которая уже любит. Она посвящает свою жизнь. Она знает, что да, родиться и я буду всю жизнь смотреть за ним. Потому что она его уже любит. Потому что он у нее под сердцем. Понимаете? Он уже бьется. Для мамы уже дитя есть. уже существует. И какой бы ни был, а это ее. Это наш Господь. Это так он нас любит. Понимаете? Он нас полюбил в себе. Видел, что мы родимся вот такими. Мы будем вот такими, что ему придется возиться. Что ему придется отдать свою жизнь за нас. Но он ее, он уже нас любил. Вот когда он полюбил нас. Еще в своих мыслях. И не потому, что мы что-то заслужили. Точно так же, как и мама. Не потому, что ребенок что-то заслужил. Ничего не заслужил. Она просто его уже любит. И Бог просто нас уже любил. не за наши хорошие заслуги. Ничего мы не сделали. Просто мы были уже под сердцем у Бога. Он нас уже вынашивал в себе. Или уже любил. Любил настолько, что был готов отдать себя за нас. Прежде чем он нас воплотил, он нас вынашивал. Он весь этот мир в себе вынашивал. И вот это и есть безусловная любовь. Нет условий. Люблю потому что. Он просто любил. когда нас вынашивал в Иисусе Христе. И посмотрите, как говорится, интересно, может быть, оживут для вас эти слова. Павла и Ефесянам 1, 3, 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе с всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Там, под сердцем, Он нас уже избрал. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Это зная, что мы падем, что мы предадим. Но Он нас приготовил быть святыми и непорочными. предопределив нас усыновить Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вы только посмотрите, как Он нас любил еще там в Иисусе Христе в Себе. Он и Иисус это едино. Он уже благословил нас и даже уже приготовил славу еще неявившимся и уже согрешившими Он видел это. Представляете, что такое любовь? Первое Коринфянам 2,7 говорится, что проповедуем мы мудрость Божью тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе наших. Вот когда Он нас полюбил. Когда Он нас вынашивал в Себе. Под сердцем. Он нас вынашивал под сердцем. Он не абортировал нас. Негодные. Зачем я должен их создавать? Они все равно согрешат. Все равно падут. Все равно отрекутся. Все равно предадут. Нет. Он полюбил. Понимаете? Ему было бы легче просто все это стереть и создать что-то новое. Нет. Он не мог. Любовь не может. Он нас настолько полюбил, что Он не мог от нас отказаться, еще не от родившихся. Вы понимаете, что такое любовь? Он нас уже любил. Уже имел о нас определение. Уже в мыслях уже тогда посадил нас рядом с собой на небесах. Я думаю, любовь отца просто ни с чем не сравнишь. Как Он нас любил. И настолько Он нас полюбил, что даже совершил наше спасение самим собою. Когда? Когда мы еще не родились. То есть прежде чем создавать мир, Он нас уже спас. Он нас настолько любил внутри себя, что Он нас уже спас. Он не сгладил нас. Не образовал новое. Он просто нас внутри себя уже даже простил. Мы настолько были им любимы, что даже мы не можем себе это представить. И эти слова, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, имел жив вечный. когда мы еще даже не появились. Когда мы даже не появились, Он тогда уже отдал даже Сына. Не можете сказать, вот за это меня Бог избрал. Как некоторые говорят, вот за что вас Бог избрал? Ни за что? Ни за что Он нас всех избрал? Потому что Он просто любит. Бог возлюбил мир, который внутри Него Он выносил. Который только собирался родить. И этот невидимый мир явился. Мы только верой познаем Его любовь. Это и есть Его любовь во всем. Понимаете, все, что Он создал, это Его любовь к нам. Все, что Он Своим Словом сотворил, это Его любовь. Все, что нас окружает, сотворил для человека, которого полюбил. Все светило. И солнце для нас, луна для нас, звезды для нас, природа для нас, вода для нас, все для нас. Ибо так возлюбил Бог. И Слово Бога, которым мы живем с вами, это тоже для нас Его любовь. Все свидетельствует о том, что Он возлюбил нас. Не просто Бог есть любовь где-то, Бог любит каждого из нас, в Его Слове есть послание жизни для всего существующего, но это есть любовь. Послание жизни и есть любовь. И этим посланием Он создал нас и хранит нас. Мы являемся венцом Его творений, как сказал Яков 4-5. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух живущий в нас? До ревности Бог любит Дух живущий в нас? Я еще больше скажу. Бог создал наш мир и нас в любви и в прощении. Я не знаю, понимаете ли вы эту глубину, но когда знаешь заведомо, что согрешит, то можно отречься, можно отказаться. Когда знаешь заведомо, что человек тебя предаст, можно отойти вовремя, если ты мудрый. Но любовь сделает шаг вперед. Бог настолько любил, что Он построил мир, уже простив нас заранее. Он этот мир создавал в любви и в прощении. И прежде чем создать этот мир, Он поискал способ, как нас простить и как примирить. Понимаете вы, что такое любовь? Если ты строишь отношения с человеком, заранее прощаешь ему все ошибки, потому что знаешь, что все равно ошибется. Это любовь. Любовь, которую заранее уже все равно прощу и буду прощать. И Он еще до того, как мы согрешили, уже строил и уже строил на прощении. Это и есть Агапа. Вот это есть Агапа. Если мы ищем, что такое Агапа, хотим любить, хотим иметь, вот она. Если вы кого-то не прощаете, об Агапе не думайте даже. Нету ее. Агапе это прощение. Бог простил нас во Христе еще до того, как сотворил мир. И начал строить мир на прощении. Поэтому говорится, что Он распял Иисуса Христа еще до сотворения мира. Вот на этом прощении Он строил мир. Скажите, что Он не полюбил нас. Посмотрите, как Он возлюбил нас. Что когда только создавал, впереди шло прощение. Он на прощение положил этот мир. Понимаете? Это есть любовь. В основании построения мира лежит прощение. Это любовь. В основании рождения нашего лежит прощение. распят Иисус Христос. Агнец заклад от создания мира, как говорится. Вот как возлюбил Бог мир. Вот какой любовью Бог возлюбил. Вот что мы должны познать и уверовать в это. Об этом говорил Иоанн. Мы познали любовь. И уверовали в Вот в эту любовь они уверовали. Что Бог возлюбил еще нас несотворившихся. Вы знаете, что я хочу сказать? Бог хочет нас прощать. Если Он создавал мир уже на камне прощения, то вы должны знать, что Настолько нас любит, Он хочет нас прощать. Понимаете, что такое Его любовь? А человек еще не верит. А многие еще не верят в Его прощение. Не верят в Его любовь. Не верят, сомневаются. А простит Бог или не простит? Да Он тебя простил, ты еще не родился. Но сколько и говорят, нет, это нельзя простить. Он такое сделал, нельзя простить. Бог построил мир на прощение. Понимаете, мы еще умудряемся обвинять Бога, обвинять Бога, который нас так полюбил, что все простил. А мы в своем упрямстве еще Его упрекаем. ищем своего. Умудряемся предавать вот эту любовь. Человек умудряется не доверять Богу не доверять. Не доверять любви. Почему столько у нас тревог? Почему у нас столько сомнений? Потому что не поверили в Его любовь. Если вы поверили в Его любовь, вы бы пошли в покой. Вы бы жили в покое. потому что Бог полюбил вас еще когда вы не появились. Потому что Бог уже тогда простил. Бог уже тогда поискал случай, как сделать, чтобы вас благословить, чтобы вас привести в славу. Он все уже определил. Так Он любит. Это Его любовь. Можно не верить любви такой. можно сомневаться. В таком случае мы просто клевещем на Бога. Говоря, что Он не любит человечество. Он жестокий, Он такой. Просто не познали любовь. Если бы познали любовь, язык бы не повернулся такое сказать. Сам Себя отдал. Сам Себя Сам взял на Себя нашу вину и наши грехи, чтобы нас прости, чтобы нас оправдать, чтобы нас привести к Себе в Царство. Ибо так возлюбил Бог мир, что до Сына Своего Единорода, а в Нем Он Сам. Вы знаете, иногда бывают такие больные слова, слышишь от взрослых детей, которые вырастают. И забывают, что когда-то мама их выносила, в муках родила, выкормила, ночами не спала, всякую болезнь выненчила. И потом ребенок говорит, ты меня не любишь. Как не любишь? А как не любишь? А я свою жизнь тебе посвятила, что ты живешь. Есть такие дети. Вот такие дети есть во Христе. Говорят, что Бог не любит, Бог не простит, Бог жестокий. Человек настолько не познал его любви, что не может доверять, не может войти в покой нормально, не может радоваться, не может наслаждаться любовью отца, не может принять ее, не может поверить, как бы мне хотелось, чтобы мы осознали, чтобы мы действительно поняли его любовь, любовь нашего Бога отца, потому что Бог создал мир на любви и прощении. Иисус Христос это основание его любви. Когда мы проповедуем Иисуса Христа, когда мы говорим о его жертве, он не две тысячи лет назад умер, а еще когда мы не родились, он уже отдал свою жизнь за нас, и это любовь отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего дабы ни один из нас не погиб. Как он любит каждого из вас. Хочу, чтобы вы поверили в его любовь лично. Не просто, что Бог есть любовь, мы это знаем, что он тебя любил и носил под сердцем. Ты был под сердцем Бога, ты был внутри Него, Он тебя родил. Понимаете? Вы Иисусе Христе опомнитесь, дети Божьи, влюбитесь в Него, поймите эту любовь, поймите Его прощение, уверуйте в это, изменитесь, всю свою жизнь измените, поклоняйтесь такому Богу. Я вас благословляю, мои дорогие, благословляю. Давайте помолимся. Слава Богу нашему, Ему хочется дать слова, потому что Он достоин славы. Наш Господь, Ты достоин всякой славы, всякой чести, всякого поклонения, и только Ты единственный, кто достоин. Никто мой Бог больше. Благослови сердца слушающих, ложи эти слова во внутренность, пусть придет к ним вера, новая вера. Как говорится в Писании, из веры веру, пусть они пойдут в новую веру, веру любви, что Ты так возлюбил их лично, каждого из них, что Ты ищешь варианты, чтобы помочь, чтобы простить, чтобы поднять, чтобы благословить, чтобы освятить, привести в небеса и посадить рядом с собой во славу. Господи, благослови веру людей. Я так рада, что Ты есть у нас в такой жизни. Аминь. Принесите ваши пожертвования, ваши десятины. Благословите Бога, кто чем богат. Благослови